И всем привет, ребят! С вами Мстер Ванькич, и я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обновленной пушке фриз. Сегодня поговорим о ней. Сегодня потестируем интересную одну комбинацию с фризом. И убедимся в том, насколько он стал жестким или не жестким после последнего обновления. Возможно, вы знаете уже, возможно, не знаете. У нас теперь фриз при любой заморозке убирает ддшку с оппонента. И пока эта заморозка работает, вы просто-напросто бьете противника без нее. Я надеюсь очень сильно на то, что получится что-то сверх крутое. Но, но, но. Вот сейчас я зашел в корпуса и задумался, на чем же мы можем все-таки сыграть. И что может быть самое интересное и эффективное с фризом. Викинг это чересчур дефолтно. Харек это интересно. Но при этом я, наверное, буду давать очень большое количество дамага. И мы не посмотрим на саму функцию отключения ддшки у противника. И поэтому я думаю, что мы возьмем вместе с вами сейчас хантера. Возьмем фреза. Возьмем фреза с... Пробитием. Или же все-таки с адреналином. Нет, давайте возьмем с адреналином. Возьмем фреза с адреналином. Хотя с пробитием тоже интересный момент. То есть ты можешь и морозить, и давать пробитие по оппоненту. Но об этом я думаю, что мы поговорим когда-нибудь в следующих видосах. Сегодня мы возьмем просто адреналин. И возьмем дрон-защитник. Возьмем защитник. Очень давно я не играл на защитнике. Постоянно уже в последнее время. Стараюсь его не брать. Стараюсь его пропускать. И не заглядывать вообще. Но сегодня мы его возьмем. Возьмем еще иммунитет от Эми. Либо даже может быть потом поменяем на пробитие. И отправимся в бой. Сыграем пару каточек. Я думаю, что дефолтную контроль точек мы точно должны сыграть. Ну и за контролем точек, если будет тоже быстрая у нас катка. Сыграем еще один боечек. Если досрочки не будет, то я думаю, что на этом будет достаточно. То есть, чтобы у нас не было по 35-40 минут. А то что в последнее время видосы какие-то очень-очень долгие получаются. Поэтому если что, сыграем тогда одну катку, если будет фуловая. Ну и наша задача рассмотреть фреза. Посмотреть на что он способен сейчас. Я честно не играл сам на нем. Но очень много играл против этих фрезов. Сейчас немножко у меня сейчас поподлагивает. Но нужно вроде как быть все в полном порядке. Не играл против, вернее не играл на фрезе. Но очень много играл против фрезов. И я вам скажу так. Он бесит очень сильно. Прямо очень сильно. И моментами даже не знаешь, что уже делать. То есть, вот так вот подъезжаешь к оппоненту. И убираешь ему ддшку. Он тебя будет сливать очень и очень долго. А ты за это время можешь его и слить. И можешь просто заморозить, например, на каком-нибудь шоке и оставить. А можешь просто там быстренько хоп-хоп. Посмотрел на него, как он тебя не может наколотить. И его быстро уничтожил. С адреналином это отлично работает. При том, что критический урон большой. Ну вот, например, сколько сейчас мне даст этот молодой человек? Сколько он мне дал? Ну копейки. Просто копейки какие-то наносят. То есть, в этом плане очень эффективно работает. И у нас разработчики сказали, что это сделано для того, чтобы, например, фриз в дефик чувствовал себя максимально комфортным. То есть, если на вашу базу будет заходить оппонент. Он будет пытаться вас уничтожить, затем увести флаг. Вы просто его морозите. Сбиваете ему ддшку. И, соответственно, его очень быстро и легко уничтожаете. Но я считаю, что можно даже играть очень агрессивно с этим фризом. И все так же эффективно его использовать и нагибать. За счет того, что ты убираешь ддшку. Противник тебя слить в этом тайминге быстро и просто не может. Ты сливаешь одного. Переключаешься на следующего. Переключаешься опять на следующего. И так далее. И всех просто-напросто уничтожаешь. Единственная проблема это то, что контролировать, например, респаун чуть потяжелее. За счет того, что есть нулевой урон. Но так критический урон у фриза очень и очень большой. И в каких-то моментах просто тебе достаточно сбить ддшку. Получить меньше урона. И, соответственно, уничтожить оппонента. Также эффект заморозки спадает за счет прожатия аптек. Это всегда так было и всегда так работало. Но, по сути, если ты хороший урон вкидываешь и не отпускаешь противника, то тебе даже там аптека ничем не поможет и не спасет. Единственное, что я вот сейчас прожимаю неправильно расходку, потому что непривычно. Я в последнее время очень много играл уже на бустере. И прожимать сначала да-шку. Привык, а сейчас надо наоборот. Дд, потом да. Чтобы защитник сразу давал две расходки сходу. Ну, а так, конечно... Так, конечно, неплохо. Урон хороший. Накидочка плотная, залетает по оппоненту. Приты по 1200-1300. Вообще супер. Просто бомбочка. Мне нравится. И так плюс подморозил. Типа, он тебе урон не такой большой смог нанести. Оп, там слил одного, слил второго, слил третьего. При том, что я на хантере. Я на хантере, да. То есть здесь можно было и хорька использовать, можно и викинга было использовать. Но викинг еще ладно. Это не так супер жестко. Но хорек, я думаю, что смотрелся бы очень и очень круто. Но я хотел взять что-то такое средненькое. Так, сосуля летит. Сосуля. Наверное, надо иммунитет от пробития взять. У них никакого эмми нету. Давайте возьмем иммунитет от пробития. Иммунитет от пробития. И полетим. Полетим газовать. На газовочку дадим. Оп. Точку заберем. Надеюсь, что заберем. Заберем. Опа. А, чел взял иммунитет от пробития. Ну, ой, иммунитет от пробития. Говорю, иммунитет от заморозки. Вот это, кстати, вещь, которая очень круто работает. И это единственное, что может законтрить этого фреза. Но если я, например, сейчас взял бы приз с пробитием, там, где есть и заморозка, хоть она и маленькая, и пробитие, то вот этот бы молодой человек ничего не смог бы сделать против этой комбины. Ну, так, ладно. Окей. Будем считать, что у него что-то получилось. Я, наверное, менять не буду. Ну, не вижу особо смысла. Переодеваться ради одного типа. Так бы можно было бы попробовать. Еще и пробитие потестить. Если бы кто-нибудь еще бы у них одел бы. Иммунитетик. Ну, может, дождемся, сейчас посмотрим. Может, кто-нибудь что-нибудь возьмет. Хорошо. Унесли одного. Уносим дальше. Пока у нас тиммейты очень комфортно себя чувствуют в этой катке. Попробуем сейчас унести вот этого. Хорошо. Сливаю. Кантера рельсу. Не успел я слить. Ну, 15 киллов. При этом у меня играет Тесла. У нее десятка. Десятка у Теслы. У меня пятнашек. За 6 минут боя. Ну, не сказать, что он большое количество киллов. Да. Но это все-таки 6 на 6. Для 6 на 6, я думаю, что это неплохой результат. Не супер бомбический, но неплохой. Резист от фреза. Стоит ли брать? Да. Есть ли смысл в резисте от фреза? Я бы, наверное, сказал, что смысл есть, но он не такой большой. Да. То есть, ты как бы берешь рез, при этом теряешь. Опа. Два иммунитета, да, стало. О, все. Я пошел, короче, сейчас возьму пробитие тогда. По-тестим пробитие. Ты берешь рез, но при этом, при этом, при этом ты получаешь критический урон, который дает, не дает вообще тебе никакой защиты, да. И плюс ко всему прочему, если у тебя нету вот какой этих двух молодых людей иммунитета от пробития, вернее, иммунитета от заморозки, то ты просто-напросто теряешь свою ДД, и хоть и живешь дольше, но времени ты намного больше потеряешь. Проще просто слиться и с нового респа уже нагибать, да. То есть, чем ты просто будешь тратить свое время на то, чтобы чел тебя там раздамаживал, сливал. С другой стороны, ты можешь его как бы там слить, выиграть время, да. То есть, тут палка в двух концах, но я бы с точки зрения матчмейкинга, наверное, бы не был бы сильно заинтересован в резисте от призак. Я бы сказал, что да, его можно брать, но он не такой эффективный и не так жестко вам будет помогать в нынешних реалиях. Но пробитие, вот как вариант, если против вас берут иммунитеты от заморозки, вы берете пробитие, и вы видели, что происходит с противником, да. Даете ему минус ДАшку, и, соответственно, сверху еще докидываете хорошие и плотные критические уроны. Быструю досрочку оформили, поэтому я думаю, что можем сыграть еще одну катку. Режим, я думаю, что менять не будем. И посмотрим, теперь уже на фреза с пробитием. Если вдруг будут иммунитеты уже от пробития, тогда я возьму фреза обратно с адреналином, но будет интересно посмотреть и на него. Заморозка, конечно, у него, как я уже сказал, небольшая, поэтому, скорее всего, будут моменты, когда у противника еще будет нормальная ДДшка, а может не будет. Сейчас посмотрим, как она работает. Я очень давно уже не играл на этом фрезе. Ой, ну такая не совсем приятная карта, если честно, для фреза, еще и для хантера. Шоссе. Ну попробуем, наверное, больше поконтрить респ, да, и уже от респа покидать урон. Если это будет работать, то будет хорошо. Смотрим, да, пробитие плюс заморозка. Ну да, небольшая есть заморозка, то есть, в принципе, в принципе, этого, наверное, достаточно, чтобы у противника в момент того, как вы бьете, не было ДДшки, но зато, если вы, например, заканчивается у вас баллон, уже эта ДДшка будет работать у оппонента. Но так вообще урон очень хороший. Урон прям очень хороший залетает. Боже, может даже и пробитие поинтереснее смотрится. Пробитие поинтереснее смотрится, чем фриз с адреналином. Мне вот даже было бы интересно посмотреть так, один в один, если побить. С фризом. Адреналином и с фризом на пробитие. Ну против там резок точно супер. Супер бомбово работает против резистов. А вот по безрезу. Безрезу я вот не знаю даже. Может по безрезу и похуже будет. Ну ладно, пять киллов у меня уже есть. Катаем тогда давайте по низу. Просто забираем точки. И если будет возможность, наши все точки снизу будут под контролем, тогда пойдем попробуем, подавим на рез. И там уже от респа может быть что-то получится подзабрать. Хотелось бы все-таки досрочку сделать. Но шансов на нее, наверное, будет мало. Наверное, будет мало. Поэтому смотрим, что у нас будет получаться. Я, кстати, уехал. Думал, что все точки у нас под контролем. Оказывается, противник пару точек забрал. Что, давайте пробовать здесь забирать. Ага, Эмми теперь появилась, да? Пробития нету. Теперь есть Эмми. Окей, хорошо. Быстро меняем иммунитет. Поменять иммунитет это не проблема. Берем иммунитет от Эмми. Так, ну и давим вниз. Окей, давайте вниз. Давайте вниз по точкам. Где-то голды у нас должны там падать. Чуть ниже ни одного голда. Я был бы не против, если честно, его поймать. Мы вообще улетаем. Все противники контролируют точки. Я хоть одну и забрал. Но это такое-се, такое-се, такое-се. Такое-се. Попахивает сливом каким-то. Ну, килл их, конечно, у меня идут. Точки вроде как я какие-то могу сам захватить. Но этого, конечно же, мало. Этого будет мало для победы. Если я буду просто по одной какой-то забирать. Вика Молл с овердрайвом до меня не дотянулся. Хорошо. Приза дальность, кстати, не увеличилась. У Жиги увеличили дальность. Поэтому я думаю, что мы Жигу тоже в ближайшем будущем пора тестируем. Овердрайв тут жать не буду. Особо смысла нету. Но фри, блин, как же жестко. Впуклон урона наносит. Круто. Круто, круто. Очень круто. Урон прям очень хороший. Прям достойный урон залетает. Прожмем здесь овердрайв. Застопим двух. У Хантера, к слову, дальность увеличилась на топ противника. Поэтому в моменте тоже это очень хорошо работает. Так. Здесь двоих на пробитие засунули. А, у этого иммунитет от пробития. Думаю, что долго он не погибает. 320 очков, 11 килов. Килов немного. Но по очкам вроде как достойно будет. При том, что я повторяюсь. Это защитник. Это защитник. Это не бустер. Повышенного никакого дополнительного урона у меня нет. Я играю на повышенной броне. И при этом смотрится симпатично. Смотрится очень даже симпатично. Я думал, что будет даже хуже. Будет хуже. А защитничек меня где-то сейвит. И за счет этого дополнительного сейва на наш урон все равно очень хороший. Хорошая работа. По 1800 критический урон. Это тоже очень прекрасный бонус. Забираем точку. И стараемся надавить здесь справа. 1000 крит. 1800 крит. Под пробитием 1800 крит. Если пробития нету, то 1000. Да, там залетело. Неплохо. Очень неплохо. Криты частые с пробитием. Урон бешеный. Все, что надо для фриза, все имеется. И при этом еще не забывайте то, что когда вы бьете по противнику. Хоть и минимальная там заморозка срабатывает. Но даже при этой минимальной заморозке у противника нету ддшки. А еще и пробития. То есть, здесь единственная возможность законтрить, это иметь два иммунитета сразу. А что брать? Иммунитет от заморозки или брать иммунитет от пробития? Ну, наверное, иммунитет от пробития. Окей. Вы взяли иммунитет от пробития, но при этом вы не имеете дополнительной ддшки. То есть, все равно работа фриза присутствует. И она очень даже крутая. Девять минут до конца мы летим. Мы очень сильно летим в катке. По очкам у меня пока что больше всех в этом бою. Даже если смотреть среди противников. По тиммейтам так вообще у меня почти в половину больше. Так, расходку наконец-таки я правильно прожал. Постараемся сейчас где-то неплохо его обчислить. Этого молодого. Да, хорошо, уничтожаем. Было бы неплохо где-нибудь сейчас грамотный овердрайв прожать и всех сдуть. Кого я застоплю. Ну и это, наверное, будет там вот правая зона. Под нее вроде как откроются сейчас. Двоих слили. Ладно, на этого одного я точно жать не буду. И там правая тоже захватывается. Так, а это он попахивает может быть камбэчный. Три точки снизу наши под захват уходят. Блин, дроп в дэшке не доехал. У Хантера есть овер. Можно попробовать, можете поражать так, чтобы он жал. И я в этот момент его опередил. То есть чуть быстрее нажал и у него еще и овер слетит. Это был бы очень грамотный мув. Есть овер сверху, но он мне не нужен. Я опять неправильно расходку прожил. Ну ладно. Этого я и так солью. Так, наш точку заберет. Справа. Что у нас справа? Справа. Он здесь вообще по радару у меня три типа было. Три типа на радаре. Так. Вот этот овердрайв прожимает. Ну видите, да? Без дэшки. Без дэшки. Вот сейчас я отдал ему. Ну, хоть он и прожал овердрайв, но без дэшки насколько мало урона. Все-таки сразу рикошет наносит. Ну, это круто. Это достойно. Вот сейчас было достойный моментик. В таких моментах, конечно, фриз смотрится очень интересно. Ну и плюс, вы понимаете, что если игроки играют там, например, с кризисом, с дэшки, да? Пытаются наносить урон. Я сам вчера, кстати, к слову, с этим сталкивался. Например, с кризисом, например, с бустером, да? У них помимо того, что есть повышенная дэшка и слетает она, так слетает еще и обычная. То есть у них дабл дэшка сливается просто. И, например, я вчера с кризисом такой, меня начинает фриз морозить. Я так жму на дэда и думаю, блин, точно, я же урон не наношу. Вообще смысла нет никакого. Лучше уж просто дэшку взять и там стараться его сливать. А так ты ничего не имеешь, ну, не имеешь никакого дополнительного преимущества. Ты просто бьешь, как будто у тебя даже расходки никакой нету на кризисе. Никакая не включена. Это, конечно, максимально печально, с одной стороны. С другой стороны, конечно, фриз в этом плане очень интересен. Так, не могу найти тайминг, где прожать овердрайв на хантере. Но очков у меня уже очень хорошо. 630. Если в этой катке сделать 1000 с копейками, для шоссе 1000 с копейками, это будет очень жестко. Это будет очень прям жестко. Поэтому хотелось бы все-таки видеть хорошие цифры в этом плане. Ну и гонюсь за дикой зидой, она уходит. Куда она уходит, я не знаю. Куда он что-то там контрит. Ну и резистов бы от фриза было бы больше. Вот это бы устройство бы себя показывало бы еще жестче. Ну вроде как пока контроль какой-то пошел. Интересный. Интересный контрольчик пошел. До сих пор не могу найти тайминг, чтобы прожать овердрайв. Постоянно один противник где-то только катается. На одного прям жать, но вообще нет никакого смысла. ДДшка дроповая это супер. Здесь еще и нитра дроповая. Ну ладно, нитру забираю. Нитра не так важна сильно. Как ДДшка. ДДшка дроповая вообще может жестко зарешать. Так, главное, чтобы бомбу сейчас не прожал. Хорошо. Ну если честно, я мог ее конечно не застопить. Убрать. Поражать, прожав овердрайв. Так, на центре 2 или 3 противника. 3. Хорошо, тайминг. Тайминг, тайминг на овер. Был. Но. Мы типа отъехали и опять не прожал овер. Вот вам и Хантер. Насколько все-таки тяжело поймать момент. Прям чтобы он был крутой. И чтобы в этом был большой смысл. Да, то есть можно прожать овердрайв быстрый. Но от него смысла не будет практически никакого. И что я там прожму на одного типа, да. Что мне даст этот овердрайв? Он мне ничего не даст. Не даст никакого буста. Поэтому ты его держишь, 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 держишь. И потом только на хорошем тайминге жмешь. Но иногда этот хороший тайминг найти очень тяжело. Я даже не знаю, что делать. Просто прожать на одного и копить дальше. Как с викингом поступать. Но есть ли в этом какой-то прикол? Есть ли в этом какой-то смысл? Флакси рва у нас происходит. Так, вот этот тип с иммунитетом, да? Ну ладно, вот давайте тут прожму. Хотя бы двоих зацеплю. Хоть немножечко. А, даже троих я зацепил. Нормально, в принципе. Если бы я бы их, конечно, слил, было бы вообще супер. Так, просто троих без расходки оставил. Если бы за овердрайв, например, Хантера, за то, что ты стопишь оппонента, давали бы дополнительные очки, это было бы вообще круто. Это было бы вообще достойно. Но так, конечно, никаких дополнительных очков никто не дает. Так, 4 минуты осталось. 4 минуты. 4 минуты. И у нас пока что сливная. Пока что сливная. Но мы сейчас попробуем... Сейчас попробуем ее исправить. Постараемся ее выиграть. И если выиграем, то будет вообще бомбово. Так, учила иммунитет от пробития. Там 2 даже, да, походу, иммунитет от пробития. Или 1? Не, вроде 1 иммунитет. Ну, против иммунитета, да. То есть, фриз не работает. Но если они вам не попадаются, эти иммунитеты, их нету, то очень крутой, достойный фриз. Да, то есть, если я сейчас прям вот... Прям в этом видосе сравню адреналинчик и фриз с пробитием, при том, что я с ним уже очень-очень давно не играл, то я вам скажу, что фриз с пробитием очень хорошо себя показал на протяжении этого боя. Для такой карты, как шоссе на хантера фризе быть на первом месте и иметь даже некий отрыв, я считаю, что это очень хороший результат. Не знаю, как вы считаете, но я считаю, что это очень неплохо. Так, забираем точку. 36-36. Мы сократили отрывчик. Может быть, есть шанс на победку в этом бою? Ну, если победим, то будет вообще супер. Давайте стараться. Нижние точки 3 под контроль кидаем. Если на трёх этих контроль будет под наш... Вернее, точки будут под нашим контролем, то уже будет супер. Вот, если... Сейчас мы подарки начнём какие-то делать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Но всё равно не получается 3 контролить сразу. Это что-то кто-то приезжает, сразу забирает. И всё. И точки уезжают от нас. Две минуты. До тысячи бы дотянуть. До тысячи дотянуть на фризе было бы супер. Есть овердрайв. Ржать ли овер сейчас? Под конец у меня тогда оверки не будет. Но если будет хороший тайминг, то я прожму. Там вроде как сейчас противник кучкуется. Есть шанс поймать. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не успел. Чуть-чуть не успел доехать. Ну и здесь, видите, в очередной раз викорик. Вы видели, сколько он урона наносил, когда я ему дал заморозочку? Очень мало. Прямо сразу режется этот урон. Хоть и с пробитием там... Практически нет заморозки. Но этого достаточно, чтобы просто сбить ДДшку. ДДшку. Так, ну и 38-42. Мы улетаем по каточке. Улетаем. Овердрайв еще викинг прожимает. Все викинги жмут оверы, но у нас еще полторы минуты. Если они сейчас все прожмут овердрайвы свои, то у нас будет шанс на победку. Мне так кажется. Но, по крайней мере, он должен быть. Все-таки сейчас все типы без оверов останутся. Дик бы нажал. О, хорош, красава. Супер. И вы видите, что теперь прожатая расходка не добавляет вам тот самый расходник, с которым у вас может быть повышенный урон. То есть, если бы я сейчас был бы на бустере, то у меня бы не нажалась БДДшка. С защитником у меня не нажалась ДДшка. Ой, хороший тайминг. Шикарный столбчик на троих. Супер. Троих сразу на респик. Шикарно. И 45 секунд до конца. Как раз идеальный тайминг был для прожатия овердрайва. Чтоб мы сейчас забрали все точки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это с чем-то чел меня загасил. Это что у него? Какой у него за рикошет такой был жесткий? Либо это был под овердрайвом, Викинг? Не знаю. Так, контроль, контроль. 25 секунд. Мы три контролем. Четвертый уходит под наш контроль. Шикарно. Можно было забрать дроповый ДД. Ну ладно. Так, вот этого типа иммунитета от пробития. Но ничего страшного. Главное держать точку и не терять ее. При том, что она откатывается. Шикарно. Супер точку законтролил. От давления еще дать, чтобы точно не доехал. Супер. Супер. Упер. Еще и выиграли. Шикарно. 915. Бомбало. Просто бомбало. Троечку забрал. Эта шестерочка была бы за обычную катку. Хороший результат. Скажу я вам. Очень даже хороший. Очень приличный. Поэтому, что я вам могу сказать. Фриз. Фриз теперь, после этого обновления, точно смотрится интересней. Не скажешь, что там прям мега имба. Развал всех схождений. Нет. Так я не скажу. Но смотрится намного интересней. И уже есть смысл в использовании фриза с пробитием. Больший. То есть, помимо того, что даешь пробитие, ты даешь заморозку. Хоть она и минимальная, но она снимает ДДшку. Ну и также можно играть и с адреналином. Адреналин тоже смотрится очень прекрасно. Если, например, есть против иммунитета от пробития, берешь адреналинчик. Есть против иммунитета от заморозки, берешь просто фриза с пробитием. То есть, можешь просто гэмблить и за счет этого вывозить. И давать максимальный результат. Пишите, что вы думаете по поводу фриза. Играли ли вы на нем? Как вам он вообще сейчас, по вашему мнению, стало лучше, хуже? Ну, очевидно, что стало лучше. Но насколько, да? То есть, чувствуется ли вот этот вот прилив дополнительной фриза? И я уверен, что есть те, кто ждали этого обновления. Я в том числе, конечно, дальность. Дальности не хватает. Вот будет интересно посмотреть, что с Жигой. Новая дальность. Ну, как с новой. Со старой, как бы. Но она уже типа как новая у нас получается, да? Там, наверное, будет вообще и очень круто. Поддержите ЮДО с лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать ничего вообще. Но с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok